А вот чуть дальше, видите, забор неприглядный. Там находится площадка для мальчишек, где они играют в футбол. Для игры с мячом эта площадка в микрорайоне Восточный уже давно не годится. Требуют замены ворот и баскетбольные кольца. Прорезиненного покрытия у площадки времен перестройки нет. Но это все равно любимое место здешних ребят. Причем функционирует площадка и зимой заливают ледовую коробку. Но современным требованиям она пока совершенно не соответствует. Ну нет другой территории у нас. Здесь не дорога. И мы хотим, чтобы здесь было у нас красиво и уютно. На спортплощадке в микрорайоне Паречи дела обстоят так же. Старые металлические конструкции и асфальт не привлекают юных спортсменов. На встречу с парламентарием пришли инициативные жители Звенигорода, которые смогли выступить с предложением реконструкции двух спортивных объектов. Дмитрий Голубков принял пожелание как наказ избирателей на 2020 год. Сегодня мы смотрели несколько спортивных площадок, которые предстоит в следующем году сделать в Звенигороде. Это дворовые площадки, спортивные площадки в первую очередь, которые будем приводить в порядок. Депутат Мособолдумы также посетил в Звенигороде детский сад номер 6 «Матрешка». В прошлом году руководство учреждения просило парламентария помочь с установкой резинового покрытия на местной спортивной площадке. Из депутатского фонда на работы был выделен миллион рублей. И теперь здесь проводят увлекательные матчи. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».